Сейчас я покажу, как демонтировать ствол или поменять калибр путём замены на другой ствол. Это достаточно просто. Для этого нам понадобится два шестигранника и немножечко ловких рук. Для начала мы снимаем ствол. Крутим вот этот барашек, который, собственно, и фиксирует ствол. Больше здесь ничего нет. Можно его полностью убрать. Мы его уберём полностью для того, чтобы потом установить ствол. Сейчас мы модератор выдвигаем и тянем потихонечку за ствол. Всё нужно делать аккуратно, потому что винтовка очень высокотехнологичная и тонкая. Здесь есть резиновые уплотнители, их ни в коем случае нельзя травмировать. Вот мы, собственно, вытащили ствол. Складываем модераторы и в сторону его отправляем. Но это ещё не всё. Для каждого калибра у нас есть свой досылатель. Он идёт вместе, в комплекте со стволом, если у меня эти калибр на меньший или больший. Здесь такой же барашек, но его полностью откручивать не надо. Достаточно просто опустить затыльник вниз. Вот как раз сам досылатель. Чтобы его выкрутить, мы берём ручку заряда и помещаем его вот в такое положение, чтобы у нас был виден этот шестигранник. Берём ключик на полтора и потихонечку его начинаем откручивать. Главное попасть в пазы. Вот он у нас пошёл крутиться. Этот винтик удерживает досылатель в неподвижном состоянии. Вот мы его выкрутили. Теперь можно спереди этот досылатель протолкнуть назад. Этот винтик лучше вытащить, потому что он всё равно, так или иначе, фиксирует этот досылатель и не даёт ему свободно выходить. Главное не потерять теперь его. Теперь можно потолкнуть досылатель назад. И вот, собственно, мы его поймали. Вот мы видим канавку, в которую как раз вкручивается этот винтик с шестигранником на полтора. Он фиксирует перепуск, чтобы он стоял вниз. Вот здесь есть шестигранный ключ. Сейчас я объясню, для чего он нужен. Вот, собственно, мы сняли ствол. Берём, допустим, новый. Но мы берём тот же. У нас другого сейчас нет. Вот. И всё в порядке. Немножко обратно мы делаем. Берём досылатель. Также отводим назад ручку. Сейчас мы попадём в отверстие. И зафиксируем его в нужном положении шестигранным ключом. Вот мы совместили. Можно шестигранник в ключ положить, он будет самостоятельно его фиксировать. И сейчас аккуратненько закручиваем стопорный винт. Если он без труда заходит полностью, это означает, что вы всё сделали правильно. Досылатель установлен. Теперь возвращаем родной ствол. Это отверстие должно быть сбоку, так как этот барашек совпадает с ним. А перепуск внизу, как и на досылателе. Также медленно и аккуратно возвращаем его обратно. До упора вкручиваем винт. И всё готово. Вот вы сменили калибр у винтовки или съёмный ствол обратно поставили. Всё достаточно просто. Такие винтовки, как FX Impact, со шведскими стволами Smooth Twist. Это самое новое, что только сейчас можно увидеть в PSP-строении. Вы можете купить в Охотника Net. Они всегда есть в наличии, в различных калибрах. Поэтому покупайте в нашем магазине FX. То есть полезна инструкция. А теперь можно погулять в бikes хрен в карточной мейте. Проходите в коч欠.